Я вам скажу, значит, я несколько раз пытался, значит, делать таким образом, значит, три раздела, своп, бут, значит, ну, корневой раздел и хоум. И, в конце концов, значит, вот мой сейчас самый рабочий вариант, это своп и корневой раздел. У меня несколько раз бывало так, что, допустим, практически все мои, значит, корневые разделы, всех моих линуксов, которые только я не перепробовал, они занимали, как правило, не больше там 15-20 гигабайт. Поэтому я обычно под корень даю 50 гигабайт, и у меня там всегда или половина, или две трети свободно. Делал, значит, я хоум. Ну, там вроде бы как там все нормально появляется, красиво сохраняется, какое-то время работаешь, что-нибудь, если там что-нибудь летит, какие-то там настройки, начинаешь восстанавливаться. Ну, думаешь, ну уж в хоме-то все должно остаться. Абанам! Начинает все работать криво, и поэтому я просто делаю линуксовый раздел, просто, отдельный раздел линукс под кладовочку. Это как диск D на винде. Вот, я его форматирую, значит... Диск D предназначен для маленьких дополнительных программ для системы, он, как правило... Ну, нет, пользователи рядовые, на диске D просто... Пользователи рядовые, у них диск D, как правило... Они его создают и хранят на нем данные. Я о чем говорю, что я создаю раздел линукс, там разделом 200-300 гигабайт, форматировая его, как правило, там, или extension 3, или extension 4. Никаким образом я его к данной сборке, допустим, или к данному линуксу не привязываю. Вот, но на нем храню копии, созданные с систембаком. И тогда, если у меня даже летит корневой раздел, то я даже через флешку беру и восстанавливаю, значит, с этого отдельного раздела линукс полноценную копию обратно, там, за несколько минут, со всеми настройками. Значит, просто для информации, для того, чтобы вы узнаете. Если вы работаете с X4, я предпочитаю все-таки X4, она быстрее, и у нее настоящий журнал, в отличие от X3. Но дело не в этом, для дома это, в принципе... Да, я делаю видеоролики для рядовых пользователей. Никакой ролик для дома не играет, это важно на больших системах. Скажем так, у меня рабочий сервер, с которым работали сотрудники, его был холм перцать на 6 терабайт. В порядке. Вот, это... ну, несколько иные объемы. Так вот, по поводу систембэка, я никак не договорю. Значит, что он делал на X4? Он не четыре раза ванил систему, каким образом? Значит, он убивал систему данных на холм и оставлял, не давал системе выключиться, потому что он мой лагер, вот там, как вы говорите, кладовой, он его не отключал от системы. То есть система не могла выключиться, потому что один... Господи, у меня все немецкие слова лежат в голову. Один раздел был маунт. Ну, маунт ремонтирован. Да, да. Один раздел. Так. Ну, короче говоря, опять же, просто для справки, вдруг кому-то это понадобится. Я нашел интересную программу, называется она FS... А, момент, я посмотрю сейчас, что я уже забыл. Давайте. Как она называется, секундочку. FS-архивер. FS-архивер, ну, куда я его засуну. А, вот он. Да, FS-архивер и вторая его часть, кубка 4 минус FS-архивер. Это графика для него. Потому что сам архив этот, он консольный. Потрясающая совершенно программа для бэкапа. Она бэкапы делает, но она не делает ISO-образы, да? Нет, ISO она не делает. Она чистые бэкапы делает, но она их делает профессионально. Просто великолепно. Скажем так, у меня буквально два часа назад я восстановил последнюю систему, после проб X3, X4. У меня ушло на восстановление всей системы. Без полочки, то есть это получается МБФ, бут, система сама и хром, ушло приблизительно 2,5 мин. Ну, если, допустим, если, допустим, я вам дам это самое, или вы мне дадите свои данные TeamViewer, сможете все это дело продемонстрировать. Я бы с удовольствием тогда это показал бы пользователям, и, так сказать, люди могли бы это использовать. Конечно. Ну, если так, то давайте я сейчас запущу TeamViewer, это самое, и, значит, так, погодите, дам вам, где у меня тут Тимка сидит, здесь. Запускайте свой TeamViewer, давайте мне тогда свои пароли, я зайду, посмотрим вместе, покажете, потому что у меня принцип, видите сами, что на сайте даже... 6, 3, 4. Хорошо, сейчас, 1 секунд, так. 6, 3, 4. 0, 9, 3. 0, 9, 3. Так. 6, 1, 1. 6, 1, 1. Давайте пароль короткий. 4, 1, 7, 6. 4, 1, 7, 6. Так. Я вижу ваш рабочий стол, сейчас, только дайте на секундочку, тут я у себя немножко подгоню, все это дело... Так, ну, а, ну, понятно, у вас, вы минт поставили. Так, минт, планк стоит в качестве панельки. Нет, я говорю, что вы поставили минт цинамон, а у вас стоит планк, нижняя панелька называется планк. Ой, доки, это самая планка ее еще называют. А, ну, они очень близкие, ну, короче, не кайродок. Хорошо. Значит, в принципе, я готов, слушаю. Давайте посмотрим, что у вас тут это самое... Так. Я могу, в принципе, понимать, вот я очень люблю свой виджет конки, потому что он мне показывает практически всю системную информацию. Видели мои ролики и мои коночки? Я настолько к ним привык, это... Знаете, как это, как приборная доска автомобиля. Только глянул, все под глазами, знаешь, что чего. Вот. Ну, в любом случае, все, я ручки убираю в сторону, ротик закрываю, значит, и слушаю, потому что... Я же его опять найду, я его опять потерял, а вот он. Ничего страшного. Значит, просто объясняйте по ходу дела, что вы делаете, потому что это пользователем было бы... Ну, я даже не знаю, что вы еще запускаете, что это за программа. Ну, вот это, в общем, и есть, это FS Archiver. Программа называется FS Archiver. Архиватор. Я вижу только... Введите ваш пароль, чтобы выполнять... А, QT4, FS Archiver, все, вижу, да. Все, нажимаем ОК. Вы ее вставили, как-то скачивали, как она ставится, или через менеджер программ? Сам FS Archiver, он есть в репозитории, то есть его можно через синаптик поставить. А, через... Фактический фронт для этого, его надо ставить через персональный этот архив. Но есть и dev-пакет. Я попробую оба варианта, они работают совершенно одинаково. Вот это вариант, который с dev-пакетом. То есть FS Archiver в виде дебяновского пакетика, поискать по сети и поставить? Да, да. Так, ну... Нет-нет-нет, FS Archiver сам, он есть в репозитории. Вы его ставите через... Менеджер программ. Да. Хорошо. Только QT4, вот этот вот, минус FS Archiver, это графический фронт. Ну, понятно. Оболочка. Самая программа, вот его надо искать в сети и ставить через C, DB, там, как-то там. Ну, он ставит, это без проблем, все работает. Ну, вот я смотрю, у вас там куча, значит, дисков. SDA1, SDA7, там даже SDA8. Это, да, да. Я же сказал, что здесь стоят две системы. Ну, пять, естественно, не считается, потому что, потому что, то есть, это SDA1, это слаб. Короче, я говорю, в первых экспадах подчинено только C, прошло тем. Угу. СDA, это BOOT. SDA2, это десятка. Я вижу, это 61 ГБ, да? Да. Так. Так. СDA3, тут, например, 30 ГБ, это корень. Ага. Четверка, NTFS, но это такое, как маленький склад, я там... Ну, кладовочка. Понятно. Вот, а вторая эксплата, это чисто такая рабочая эксплата. Ну, это уже SDA3 пошел. Ну, что? Это уже, это уже пошел диск SDA3. Да, SDA3, например, видите, где 3300 ГБ. Это вот это кладовочка для видов. Кто такой, это, как говорится? Угу. А SDA3, это кладовочка для видов. Угу. Ну, ну, ну. Вот такое. То есть, тут есть маленькие, большие, всякие, вот, скажем, SDA3, СDA3, это 164 ГБ, это специально для игр. Угу. А программа не показывает, помимо того, какой объем, значит, это самое, на разделе, сколько еще свободного, допустим, места? На них нет свободного места, а так бы показало. Не понял. На них нет, они полностью забиты оба них. А, ну, все понятно. Ну, хорошо. Поэтому она не показывает. Ну, я пока скачивал, я страшно долго скачивал эту программку, эту же программку, но под Ubuntu и WIF-CD. Я сделал себе диск, этот, Плэшку, как с 7 системами. Угу. Из них практически, практически 6 для установки у клиентов. И одна вот эта вот Ubuntu там из-за вот этой вот программы. Потому что, по моей логике, все-таки серьезный бэкап лучше не делать при работе с этой системой. Хотя эта программа, это позволяет. Ну, я понимаю. Вы имеете в виду, что нужно запуститься с флешки, и с флешки делать бэкап разделов, тогда это будет более корректно. Безусловно. Ну, это принцип... Поэтому у меня на этой флешке еще и программа для бэкапа для Windows. Угу. Поэтому я, я вообще, это опять же старая привычка, я бэкапы. Я их делаю не каждый день. Ну, естественно, а какой смысл? Ну, что? Я говорю, естественно, какой смысл делать их каждый день? Конечно. Это если там ты работаешь на корпорацию на какую-нибудь там, ну, там, где действительно там очень нужно их там делать, там, да, там ежедневная, так сказать, рутина. Там до работы или после работы будь любезен. Ты говоришь, уходя, гасите свет, делай бэкап. Да, так, 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 да. Ну, я вам тоже с флешки. У меня есть сервер дома. Угу. Очень редко. Очень редко. А на этом я делаю раз в неделю, в которой у меня работают, там, где данные иногда важны и все это вот. Поэтому я, в принципе, все это делаю с поиском. А на каких языках существует вообще программа? По-моему, 7 языков. Ну, хорошо. Посмотрим, если русский. О, нет. Есть русский и нет. Ну, а русский или английский ставьте, без разницы. Я в Ливерпуле живу, немножко английский понимаю. Нет, тогда придется все перезапускать. Не нужно. Дело делайте на немецком. Ну, вот стоит при перезапуске языка, надо выключиться и включиться по новой. Да не парьтесь. Объясняйте на немецком. Принцип-то все равно он, как говорится, и в Африке. Короче говоря, вот как вы сейчас видите, окно установок. Значит, тут написано число процессорных ядер. Понятно. Допустим, у меня четыре ядра. Для этой программы. То есть принципиально... Чтобы работало быстро, достаточно одного... Чтобы достаточно быстро работало, достаточно выставить одно или там два... И им уже летит как самолет, уже с одними. Хорошо. Можно подключить 16. Хорошо. То есть это говорит о том, что эта программа, в принципе, рассчитана на большие машины. Стандартная компрессия. Варианты, в принципе, все, которые только есть до сегодняшнего дня. То есть ГЦИП быстрый, ГЦИП стандарт. А первое, что там было? Айсо или Айзо? А, ЛЗО. ЛЗО, так. Это новый совершенно стандарт. Вот там внизу стоит еще ЛЦМА. ЛЦО появился после ЛЦМА. Я его поэтому и выбрал. Потому что он сочитает в себе качество и скорость. Ну, короче, вы выставляете ЛЗО. Да. Так, поехали дальше. Потом установка ЕДХА. Ну, это понятно. Имеющиеся даты стандартно переписывают. То есть имеется в виду, что если вы делаете БЭКО второй раз в той же самой папке, БЭКО с таким же названием будет переписан. Грубо говоря, они в виду инкрементер. А, инкрементная, ну понятно. Да. Поэтому первый раз он требует чуть-чуть времени. Хотя он мне 50 гигабайт плат сделал, чтоб не соврать, за 2 минуты 50 секунд. 60 гигабайт. Так. Тимвайзер с удозительным стандартным эффектом активировано. То есть все время показывают всплывающие окна с подсказками, что делать. Это я пока оставил, потому что я ее только-только начал использовать. Вы понимаете, Лев, я очень люблю людей, скажем, с компьютерным опытом. А поскольку вы, так сказать, человек опытный и работали системным администратором, то со временем появляется нечто подобное, как чутье на хорошие программы, или, скажем так, хороший вкус, как это называют у ценителей искусства. И поэтому опытный пользователь, каким вы и являетесь, он сразу моментально определяет, что да, эта программа стоящая и стоит потратить время, чтобы ей позаниматься. Почему? Потому что вы сразу раз, бах, трах, и мгновенно определили, что она великолепно делает бэкапы, причем делает она их очень быстро, в отличие от той же кланзилы, которая там копается, черт не знает сколько, и там надо кучу чего вручную вводить, а здесь вон. Клонзилу я сегодня ночью попробовал. Ага. К сожалению, должен заметить, что мне совершенно не нравится, что во всех этих программах есть один очень серьезный минус. Это очень слабая поддержка Netswerks. Ну, серверная поддержка, да? Вот, поэтому мне надо будет перестроить свой сервер, для того, чтобы мы сейчас дойдем, но я могу сразу показать. Вот здесь стоят сетевые протоколы. Угу. Потому что я это дело открою, и всего три. Ну, сам бы SSH и NFS, я смотрю, да? Да, SSH, да. Так. Слава богу, сам бы на моем сервере нет. А вот NFS есть, я его включу, будет работать без проблем. Я уже просто под утро, это все уже так устал, что я решил сервер не трогать, чтобы не настроить так, чтобы потом все перестраивать. Ну, сервер у вас, насколько я понял, большой, несколько терабайт, да? Сервер 4 терабайта у меня. Он у вас работает 24 часа, как это, 24? Нет, 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 раньше, да, когда я работал, и он работал, он у меня был связан с работой, и через него происходило общение с сервером управления на работе. Я-то со шкурных соображений, потому что мы сделали сайт, собирали на него с миру по нитке, собрали там очень небольшие деньги, но помогли пользователи, и мы взяли по самому минимуму. Значит, а у них там, значит, у людей, которые, значит, предоставляют сайт, у них там есть вариант номер 3, он подороже, но там уже идет вроде бы как работа на отдельном, на выделенном сервере. Поскольку, как говорится, вы тут имеете, значит, уже неоспоримый опыт, потому что я с серверами вообще не сталкивался, потому что я просто, ну, обычный опытный пользователь, вот и все. Как раз ваше мнение, конечно, было бы весьма ценным, и если бы разрешили бы иногда вас, как говорится, беспокоить, там, чтобы что-то разъяснить, наша команда... Бои Бога, Господи! Наша команда просто была бы счастлива, почему? Потому что у нас, у нас ребята очень хорошие... У нас два... У нас два парня... У нас два парня пообщаться по-русски. А как у вас, кстати, в Англии там все это делали? Да я вообще тут сижу как сыч, мне уже тут достало это самое... У меня был друг хороший, мы с ним долгое время, значит, снимаем квартиру пополам, чтобы было дешевле. Ну, он, как говорится, женился и уехал в Норвегию. Особенно близких друзей здесь я не заводил. Хотя, в принципе, ну, народ англичане неплохой, я и словом не могу плохого сказать. Нормальные люди. Вот, ну, как-то вот такого вот близкого там задушевного общения как-то не получилось. Я тоже парю, и так тоже парю, как вы, только у меня эта самая бомбочка чуть-чуть поменьше. Да у меня их тут 17 штук только на старых. Нет, у меня, ну, я человек поскромнее, так. Я делаю нескромно, потому что мне не нравится одними тут же ликвидками. Я не знаю, вот видите вы или нет, это самое, я включил свой крючок. У меня сейчас все закрыто. Ну, ладно, не парктесь, все. Ну, мы выключим это, и тогда посмотрим. Поговорим. Хорошо, показывайте, давайте. Значит, ПДР стандартная сетка, ПДР, это очень интересная штука. Что такое МБР, вы наверняка знаете. А вот вы знаете, что сейчас делаем? Я сейчас поставлю, чтобы отображать курсор, чтобы, во-первых, чтобы был виден мой курсор, и чтобы вы курсором показывали хотя бы о пункте, о котором говорите. Вы говорите вот об этом пункте? Я вашего курсора не вижу. А, ну, по крайней мере, я вижу ваш курсор. Вот, вот об этом пункте. Ага, ПДР. Так, что это такое за стандартный такой ПДР? Что такое МБР, вы знаете, да? Ну, попробуйте мне по-русски сказать, что это такое. Я уж под страхи. МБР на мастер будет реклам. А, тот же МБР. То есть, ПДР это то же самое, только на более низком уровне, то есть машинный уровень. Все понятно. Поехали дальше. То есть, грубо говоря, эта штука может в двоичной системе писать. Угу. Это по типу, что у нас в двоичной системе там пишется? На ассемблере, по-моему, да? Компьютер, нормальный компьютер. Прямой машинный язык. Пишет в двоичной системе. А общаясь с программами, то есть с третьим вайером, с честностеричным. Угу. То есть, вы же знаете, что компьютер, скажем, умножать и делить не умеет. Только умножать и отнимать. Так что ли? Он умеет только плюс, но умеет только минус. Ну, вот нажать и отнимать, да. Он умеет делая благодаря движениям направо или налево. То есть, это свойство двоичной системы. Ну, не важно, сейчас в другом. Ну, давайте. Архив датайл в ДВД грош и аутайл. Ну, это наверное... Архивировать данные и DVD... И что? Архивировать данные и DVD? Для чего? Не-не-не-не-не. Делить данные так, чтобы они помещались на ДФЛД. А, по умолчанию на DVD. Это у нас где-то порядка 4 гигабайт, да? Порядка 4 гигабайт. Это можно выключить, я попробовал, кстати. Это делаю, и он тогда прикрепит какие-то проблемы, большой павел и всё. Понятно. То есть, у него нет такого, чтобы можно было вручную задать ему размеры по желанию? Так, есть. Есть, да? Есть. Это просто проблема после. Ну, не парьтесь, не парьтесь. А, вижу. Вот оно. Ага, вижу, 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 вижу. Всё понятно. То есть, что у нас это стандартные установки? Так. Но это стандартные установки, и с другой вот эти списки можно менять. Давайте так сделаем. Вот я хочу, чтобы вот это вот окошечко, а у вас оно получается, что не движется. Вот я сейчас, чтобы оба окна были, во-первых, по центру экрана. Вот таким вот красивым образом. Так, всё, и оба окна видны, и между ними можно перескакивать. Так, поехали дальше. Показывай скрытые, господи, папки и даты. Показывай пасворды. Показывай пасворды. 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 Нецветка и даты спайтер. Короче говоря, при нецветках сетевых соединениях, параметр соединения запоминает. А, автоматически запоминать параметры соединения. Да, для того чтобы второй раз их не надо было опять вводить. Это... Ну... Эта штука. Угу, так. Это мы уже видели. Мы уже из-за того, как он... Ну, вы выбираете самбу, да? Не-нет, я этот вопрос решил немножко иначе. То есть сегодня я делал сам. Я все это дело запомнил вообще не в сеть, а запомнил на свою плату. А, ну... Правда, это мне надо сервер переструить, я говорю. То есть вы сделали локалку? Да, я сделал локалку. Угу. Потом перебросил на сервер, потом подумал, надо, наверное, посмотрите, как он назад скопирует. Так. Перебросил опять тро и проверил, и у меня челюсть просто отсутствие до колена опустила. То есть я еще такой скорости восстановления не видел. Ну, охотно вам верю, почему я, так сказать, вас внимательно слушаю, потому что со временем, а понимаете как, у пользователей, кто немножко покрутится в мире Линукса, возникает вопрос о создании, скажем так, надежной, локальной копии той же настроенной системы, которая у тебя, допустим, имеется. Почему? Ну, вот есть у меня один очень хороший парнишка из Турции. Вот ему просто в радость раз в день там свой Arch Linux там перестраивать, переустанавливать. Ну, вот у него зуд в руках. Понимаете как? И для него, допустим, поставить Arch Linux, это вот настолько умный парнишка, что, ну, для него, как говорится, ну, расплюнуть. А, в принципе, ну, я ему много раз говорил, послушай, ну, что ты занимаешься дурью? Ну, сделал один раз хорошо Arch Linux, сделал себе нормальную откатную копию, вот. Потом иди занимайся своей дурью, что там тебе, как говорится, потребуется. Ну, чтобы потом опять все это по-новому не делать, этот monkey job, я это называю, обезьянный труд или обезьянная работа. Да, я сказал, я немножко взял его здесь. Да, взял, восстановился и вперед из песни. А мне нравится, мне, мол, все равно. Я говорю, ну, смотри. А так, парень умница, все это ему, как говорится, там, в Archie особенно, раз-два, как говорится, плюнул им все. То есть он, там, эти команды в них хорошо шарятся в терминале. Ну, он нормальный такой парень. Перебил. Так, поехали дальше. Дальше. Значит, пинвайс, если вы толкнули сверху, если программа запоминает данные не локально, а на нет сверху, то показывать путь. Понятно. К этому нет сверху. К этой сети. Моунтен деск. А, показывать моунтен молд. Мет сверху, опять же, сетевого. А, то есть показывать, примонтирован или отмонтирован сетевой диск. Все понятно. Не напрягает, понятно. Установки запомнить, это уже кнопки. Что, что? Установки запомнить, вот кнопка. Так. И самая последняя, кнопка Bending, закончит работать с этим окном. А, так, ну хорошо. То есть вот мы нажимаем, окно уходит. Ну и давайте для пробок какой-нибудь небольшой разделчик. Заархивируйте и покажите, как это реально работает на практике, чтобы люди, скажем так, просто-напросто видели, как же все-таки вот это вот. Давайте вот берем F4, потому что с NTFS эта программа работает, но сами те, кто ее пишут, не рекомендуют. То есть не пишут, что NTFS... Ну, давайте так, Windows-овские разделы вообще оставим в покое, потому что, в принципе, здесь большинство пользователей линуксоиды. Выбирайте какой-нибудь небольшой раздел. Ну, я взял SDA, это 500 гигабайт. Ну, это совсем крошечный. Ну, давайте вот 20 гигабайт SDA 3. 30. Да, 20, написано у вас, гигабайт, а, или 29. А, это 9 и 30. А, понятно, ну, у меня экран немножечко... Ну, ничего страшного. Хорошо, 30 гигабайт. Так, куда мы это положим? Давайте на склад. LMB, я это сегодня уже... А как вы указываете путь к складу? Вот, допустим, ну, хорошо, я вижу, что вы выделили, что вам необходимо, значит, вот раздел номер 3, значит, заархивировать. А вот тут-то вы как указываете путь, куда? А он же мне показывает, он мне дает все возможные варианты. А, вон, что у вас примонтировано. Ну, 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 все, 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 Лев понял, да, да, да. Вот для того, что он может туда даже... На CD-ROM. Да, да. Все понятно, давайте... Это никому не нужно, во-первых, потому что это очень мало места. Нет, 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 ставьте, даже перебивать у вас не буду, ставьте на склад. Все понял, я просто... Вот LMB, здесь указано что... И куда. Здесь указано куда. Или так, откуда и куда. Откуда и куда. Так, хорошо. Можно включить архив шприка, но ПДР, диктор, запомнить, да, в случае рояльный... Вот давайте так, разбить архив на тома, допустим, по 5 гигабайт. Если здесь нажать, то можно 4,7 максимально. А, все понятно, то есть все равно идет под DVD, ну ладно. Все, все, вопрос... Рассчитано как раз на DVD, очевидно. Ага, снимайте галочку, будем целиком махать и все, не надо. Тут не понадобится, это... Хорошо, хорошо. Все, больше, в принципе, ничего не надо, я нажимаю партизм и терм... А, пардон, это как раз вот то, что мы включили подсказки, я не дал имя. Давайте имя дадим, там 001, там или ААА, там или как там. А в 3, скажем так, В, к примеру. Да, да, вполне понятно и нормально. Чего? Фартизм Дихерн? Это что такое? Значит, сейчас мне он пишет, что это фартиция демонта, что она... Отмонтирована. Да. Хотите вы в таком виде зихерун делать или отключить? А как лучше? А ему все равно. Я пробовал так и так, результат одинаковый. Ну, нажимайте на Я и поехали дальше. Грубо говоря, тут он показывает... Вот это вот эти кинвайзи, то есть это не указание, а просто как это правильно на русском переведении. Ход работы. Информация. Лог файл. Она будет добавлена к самому аддингу. Угу, понятно. То есть теперь нажимаем зихером и все, дело пошло. Так, где-нибудь здесь есть какое-нибудь там окошечко прогресса, чтобы... Да, 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 вот он зихер. А, вот, вижу, 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 побежали цифры, циферки. Вот, вот, пошел наконец-то бар прогресса. Все понятно. То есть, ну, все сделано для людей. 150 секунд до конца. Да, ну, в принципе, скорость-то, конечно, впечатляет. Это на 20 гигабайт он вам шпарит... 30. Скажем так, с космической скоростью вообще-то. 30 гигабайт. 29 и 30. Ой, я прошу пардону. Да, ну, грубо говоря, 30... За что, господи? Понятно, но у вас парень-то и... Да, ну... Все равно, понимаете, как... Ну, прямо, как говорится, я только-только проснулся, уйдил звонок, вот как чутье было, что... Даже, как говорится, чай не попил, думаю, дай-ка все-таки позвоню человеку. Ну, зато теперь, по крайней мере, сказать, вот у людей будет вот такой вариант. Надо будет еще сделать один урок, когда все этот интерфейс будет на русском языке. Показать, рассказать. Ну, и дело... А вот еще снова там пошел линейка прогресса, еще пока какая-то там на баре. Не-не, это я выключил, когда он хотел проверить. А, так а что, чернованы проверить так же, наверное, быстро, да? И чем быстрее? Ну, так включайте, пусть проверяют, что там? Это уже просто, я уже выключил. А, то есть, второй раз уже не... Ну, хорошо, ну, на самом... Не надо, Лев, Лев, не... Не надо. Теперь, значит, давайте так. Откройте любой стандартный файловый менеджер. Я хочу посмотреть размеры того, что мы заархивировали. То есть, вот я вижу, что был диск 30 гигабайт, а в архивированном виде сколько это заняло? О, в этом еще... Тоже, кстати... А, это вот тот же человек из Германии, знаете, да? Да, я знаю, из Бренина. Да. Александр, хороший такой-то самый пользователь. Мы с ним хорошо тоже пообщались. Да, вот такая система. Я еще не привык к этой системе. Ничего. Так. Вот подождите. Не-не-не-не-не-не. Подождите. Вот посмотрите. В правом верхнем углу у вас нажата кнопочка «Отображать как значки». А вы нажмите на следующую кнопочку в линейку. Вот я вам покажу, где. Да, да, да. Да, и сразу видны размеры. То есть я, так сказать, в этом плане человек ленивый. То есть у вас... Это 20-30 гигабайт он вот так вот ужал. Но это я ушло. Это нормально. Ух, ничего себе компрессия. Так это... Ее потом, грубо говоря, можно взять, скопировать и даже на флешке носить. Зачем? Да по-глупому просто. Вот объясняю. Допустим, у меня имеется раздел там, к примеру, размерами там, ну, допустим, как у вас, 30 гигабайт. Очень, скажем, там ценные у меня там данные на нем и так далее. Значит, у меня на флешке установлен Linux Minson, он, допустим, моя сборочка. На нем установлена вот эта вот программа. Я понял. Вот. И я тогда смогу взять и этот раздел потом восстановить на любой компьютер, как говорится. И причем... Конечно, можно. При таком размере, когда же гигабайт они дают. Вы представляете? А я же, допустим, на своих этих чудо-флешках, я же делаю кладовочки там по 4, там по 7 гигабайт. То есть я в кладовочку скидываю вот этот запасничек. И у меня практически... Ну, давайте так. Если, значит, 30 гигабайт заняло там 800 мегабайт... Но вы имеете в виду, как при любой компрессии, это еще зависит от данных, которые... Нет, ну я согласен. Я согласен. Может быть размеры больше, могут быть меньше. Я согласен. Тут важен принцип. Ну, по крайней мере, значит, это вообще, как говорится, omnia me, me comporta. Все свое ношу с собой. Великолепно. Ой, ну вы просто... Просто молодец, а? Чудная программа. Так. Хорошо. Значит... А, они еще предлагают, значит, там это самое... А, по новой затиривке, да? Угу. Заврык. А, у вас раздел подключается через заведение пароля, да? Или в архив? Я их подключил. Ага, ну понятно. Все понятно. Когда вы стартуете этот FF архива, он подключает все, что видит автоматом. Ой, какая умничка. Ну, так это вообще класс. Это зонбик подключил, но я... Здорово. То есть, допустим, вот еще один практический пример. Например, у меня имеется два диска. Один внутренний на один терабайт, а другой внешний на один терабайт. И если я хочу, значит, без всякой головной боли перенести, допустим, данные с моего внутреннего жесткого диска на внешний диск, то я это смогу сделать, как говорится, как два пальца об асфальт. Минутку. Тут есть подобные установки, я что-то такое... Сейчас, секунду. Да я не сомневаюсь, потому что я вижу, как работает программа. То есть, вообще, можно взять, отклонировать весь диск и сохранить его... Видео у вас почему-то не идет, что он не там. Так я его не включал, это самое... Сейчас, подождите, я... Ну-ка, покажите там. Вот, как говорится, моя мордочка лица. Вот моя трубочка. Но она потоньше, чем у вас. Ну, на сутки хватает. Ладно, тормозит, я пока... Прикрой. Давай. Ну-ну-ну-ну, родные, как говорится, пенаты. Смотрю, увижу, да. Вы давно перескочили? Четыре с половиной года. Я два года назад перескочил. А теперь даже вот сигареты пару раз пробовал, а вот что-то не то и все. Ну, во-первых, нету окурков, нету пепла, нету запаха в комнате. Нормальный, чистый, как говорится, воздух. Система такая. Я приблизительно за 10 дней до того, как получил первую посылку, вот с этими вот эгостками, я был у врача, и врач проверил эффективность работы лёгкой. Угу. Ну, такая общая... Проверка. Да. Короче говоря, у меня когда эффективность работы была 16%. Угу. Я говорю, мало-мого, это всё-то... Он говорит, нет, нет, это ещё нормально, вот вы 43 года курите, как вы хотите, это нормально. В общем, короче говоря, через 10 дней пришла вот эта первая эгостка, и я сразу просто курил. Сразу. С первого же дня. Угу. Вот так вот, представляете. Ну, я, честно говоря, такой проверки не делал, но по себе могу сказать, что у меня дыхалка гораздо лучше стала. И в то же время, вот этот вот дурацкий, так сказать, сосательный рефлекс, я называю, ну, скажем, привычка что-нибудь там во рту держать. Вот. Ну, практически я, так сказать, ни в чём себе не отказываю, я там сижу, спокойненько там за компьютером, решая там свои проблемы, и, значит, это самое, скажем так, покуриваю себе там свою трубочку, я называю. Ну, меня это устраивает. Ну, вы заделете в благотасное исправление на эту жизнь. Ну, ладно. Вот, ну, а как вы на эту программу вышли-то вообще, Лев? Да, очень просто. Я попробовал этот систембэк, и убедился в том, что для моих целей он совершенно не подходит. Не подходит. Решили поискать альтернативу? Мне было приблизительно из 12 попыток. Угу. Что-то один раз сделать ИСО. Один раз. Угу. Которая не работала. Так. Вот. А так он мне четыре раза свалил систему. Я трижды устанавливал по новой, потом мне это надоело. Угу. Вот. Я нашел такие вот этот, FF-архивы, я его поставил, я сделал себе бета. И когда он мне свалил в следующий раз, то я бета повосстановил сразу. Попробуем. Значит, я вот попрошу вас открыть, допустим, что-нибудь, какую-нибудь программу для написания текстов, что ли, из офиса. И там, чтобы вы просто взяли и большими буквами на экране офис, 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 и вот-вот ворд-процессор, да, что вы просто большими буквами там напечатали, как эта прекрасная программа называется, и потихонечку... Из двух частей, сейчас, минутку. Да, давайте. Потому что вот это вот действительно значит важно. Вот эта часть, она может быть поставлена значит из менеджера программ. Да. Так, а какую часть Qt4 надо будет... Я пишу. Ну, Qt4, насколько я понял, это графический интерфейс к нему, да? Ну, вообще, Qt4... Нет, нет, нет. Qt4 это... Или для питона. Это языки, понял я. Мы пробовали поменять в систембаке, входное меню, оно упорно не хочет ставиться на русский язык. И... Я думаю, что будет видно хорошо. Значит, вот первое. Программа FS Archiver она ставится через менеджер программ. А вот теперь давайте покажем путь или ссылочку закинем. Откуда можно скачать... Давайте, давайте. просто окошко света. Это можно выключить, да? В менеджере программ, в менеджере программ, значит, я нашел программку, значит, вот, FS Archiver. Да, уже поставил. Я ее уже поставил. Ну, если, так сказать, нужно, я могу сейчас ее снова деинсталлировать и мы пойдем на South Forge. А зачем? Я ее тоже из архива этого поставил. А, тоже, да? Тогда вот, тогда вот смотрите. Так, да, с вами нам здесь это дело... Единственное, что надо еще сделать, это надо поставить вот этот кубик, кубик 4, потому что... И вот здесь я вот это дело я нашел, но я нашел его, видите, в виде файла Таргазе. Нажмите файлс. Где именно? Таргазе тоже, конечно, можно поставить. Вот файлс, минутку. Что здесь будет? Вот здесь вот? Да. Так. Вот оно. Дебяновский, да? Ну да. И еще лиф Иза, обязательно Иза. Так. Лиф это не здесь. Да, тоже и здесь, видите? Таргазе тоже нашелся фор, но это другая страница будет. Это же другое производитель. Хорошо. Идем на Дебяновский. Ну, Linux Mint Rosa это наше, да? Ну да. Пошли сюда. Я уже не помню. Вот имеется, вот, вот он, красавчик, имеется. Я помню, этот и взял. Так, вот. Сейчас сделаем. Ну, что я, видите, я сначала скачал не тот. Так, ну, сохраню его здесь. Такие проблемы. Этот я еще не ставил, поэтому сразу поставим Дебяновский файлик. Это тот, который я ставлю? Да, я все делаю точно так же, практически, как вы объясняли. Значит, это я пока окошко сверну. За ненадобностью нажмем на установку. Заведем наш любимый пароль. Я во всех своих сборках делаю юзер, чтобы людям легче было запомнить. Вот. И без проблем. Ну, да, поэтому, ну, ничего страшного. Разобрались, пошли дальше, да и все. Вот у меня, видите, как все это дело работает. Ну, вот у меня программа включена записи, я делаю запись для людей. У меня, значит, вот видно, сколько у меня тимюр есть значит, оперативки. Вы не боитесь, что он слышал мой голос, у вас половина зрителя убежит? Ничего, ничего подобного. Я только слышал свой голос в записи. Нет, нет, это с первоначала, вы поймите. Людям интересна сама по себе информация, которую до них доносят. А за все время, значит, ну, там вот у меня бывает так, что я частенько говорю слово значит. Иногда там во время там показов я иногда там покашляю, ну, все-таки курильчик там со стажем. Ну, собственно говоря, вот таких вот замечаний по поводу, скажем там, моих личных человеческих качеств я особенно-то и не встречал. По-моему, за все это время там только один или два там что-то мне там пытались сказать. Это вообще полный идёт и переходить на личности это просто неинтересно. Ну да, потому что я им написал информацию интересна, неинтересно. Выключите и всё. Да, переключитесь там на другой, да. Поэтому меня это, как говорится, вообще мало колышит. Вот. А у меня как раз вот, а, пока, ну, сейчас вот пока становится, а потом я вам покажу свою архитектуру. И мы вместе, как говорится, выберем с вами объект, скажем так, для опытов. А мне для такого дела, скажем, не жалко кое-чем пожертвовать, но чтобы вот именно людям... я просто не хочу, чтобы они конкурировали. Я хочу сейчас полностью, чтобы нормально установился графический инсталлятор. И затем я уже всё это дело вам покажу, расскажу. Скажем так, тут ждать-то осталось совсем недолго. Всё, установка закончилась. Теперь, значит, первое, архитектура. Вот. Моя архитектура. Ничего там супер-бупер сложного нет. Да. Ну, просто мы с вами сейчас будем обсуждать конкретно, что мы будем делать с ней. Значит, во-первых, где я нахожусь? Ага, я нахожусь вот здесь. Значит, здесь я всё равно я бы хотел всё это дело переставить. Там у меня было пару затыков. Так, что у меня имеется? Вот. У меня, значит, имеется один Linux точно такой же, тот же Linux Mint 17.2, но только вот сборка, скажем так, куда я записываю свежую сборку, туда я не вожу никакие ни пароли, там, ни от Skype, ни от Dropbox, ни от Куда, ни от Google Chrome. Делаю с неё System Buck нормальный ISO образ и выкладываю её к себе наверх, там, на кладовочке, чтобы люди могли скачивать и пользоваться, значит, вот этой сборочкой. Поэтому вот этот раздел, значит, он занимает 62 гигабайта, 12 использовано. Вот его мы можем всегда куда-нибудь вот сюда мне, сюда вот перенести на кладовочку, а потом возьмём, удалим его и восстановимся, значит, вот на этот раздел. Я думаю, что там потом всё это дело будет легко проверить. Вот примерно такой план действий. Как считаете? Да нормально, только ну да, мы сейчас всё увидим. Там есть как раз вот эта вот строчечка, где было написано всё устанавливать только в ту же, и не в ту же именно, а в ту же, то это размеры должны быть одинаковые. Но это можно выключить. Мы сейчас посмотрим, мы его стартанём и всё раз. Я что же эту программу... Ну ничего страшного, давайте, поехали. Значит, как запустить программу? Значит, здесь мне что нужно набрать? Она будет в любой о, русский язык. Вот она. Ай, надо было мне сразу на панели вывести. Ну, охламон. Ну ладно. Нет, давайте-ка я сделаю по-нормальному всё. программа должна этого заслужить. Так, fs, добавлю на панельку я её сразу вот, и запущу. Так, заведём пароль. так, так, ну, инструкция, да всё, ладно, обойдёмся без... да. Ну вот, на русском, пожалуйста, смотрите. нет, нет, файл readme, я её... А, readme. Ну, я вполне, если сообщение было на русском, скорее всего, на русском языке оно и есть. Так, вот только я промахнулся, вот что мы сделаем. Давайте-ка, всё-таки я джепарти снова включу, потому что разделы... Так, у нас на седьмом разделе записан, а сохранять, я бы хотел сохранять где-нибудь на пятом разделе. Понятно. Так, я пока сверну. На седьмом разделе, значит, вот я хочу сделать копию седьмого раздела. А сохранить, это значит, надо будет идти, наверное, сюда, в медиа, да? И вот пятый, пятый раздел. А вот у меня тут папочка есть бэкапы, и пусть он туда всё это дело и закинет, потому что там ничего страшного. Так, теперь дальше. Ну, здесь уже, говорится, всё гораздо проще, всё написано на русском языке. Сохранение раздела, во-первых, да? Сохранение раздела. Это вот у вас там наверху сохранение раздела, и не восстановление. Да, мы делаем первую часть нашего урока, то есть мы просто-напросто архивируем раздел жёсткого диска на другой раздел жёсткого диска. Ключ шифрования мне не нужен. Разбивать на части я тоже не хочу, у меня места достаточно на кладовочке. Вот, сохранение загрузочной записи я отмечу, да? Ну, почему нет? Да. Так, число потоков решения. Да хватит. Так, стандарт сжатия, вот тут, газип стандартный. Он выставил то, что я сказал сам. То есть, он автоматом как бы определил что? Он определил X3 и выставил этот стандарт, о котором я говорил. Так, хорошо. Значит, что мне здесь бы написать, какое имя дать? Ну, давайте, значит, так, у меня там стоит LNC 17.2 так, LNC я напишу черточка и напишу new, то есть, только что установленное. Так, что за кнопочка такая вот сохраненный раздел? Ну, это не так перебили. А, было перебивки сохранить. А, значит, ну, это особенности русского перевода. Я тут в одном из видеоуроков недавно встретился с таким откровенным издевательством над русским языком. На кнопочке было написано аутентифицировать. Так вот, я там даже сказал, ну, какой идиот от русского языка вот взял и перевел. Это латинское слово. Ну, да, ну, по-русски да уже 100% русских людей знаешь, что такое окей, да и все. Ну, да, да. Мое мнение, перевод надо делать с носителем языка. короче, я нажимаю. так, здесь идет сообщение. Значит, что... Это тот файл, который будет сохранен вместе с сохраненными этим самым сохраненными данными. Да, да, да. Информация практически о том, что он тогда это сделал. Ну, что, нажимаю я сохранить, да? Ну, да, только с... Да. Ага. Причем, значит, вот, легко, значит, определиться, значит, с реальными размерами. У меня, значит, диск SDA7, вот он он. У него размеры жесткого диска, вернее, разделы, раздел жесткого диска 62 гигабайта, 12 из них занято. Так вот, посмотрим, как он ужмет вот эти вот 12 гигабайт. Вот, для меня это просто вы меня любопытную, скажем, задачку. у вас будет в любом случае больше, чем у меня, у вас же X3. Да, я не сомневаюсь, и для меня это не... Лев, вы поймите, что я тут даже и не сомневаюсь, для меня важно показать людям, что вот насколько просто вот работать с этой программой, во-первых, откуда мы ее скачали, ссылки я в конце там ролика приведу, чтобы люди просто кликнули по ссылке скачали вот эту штучку, причем вот пока оно качается, мы снова можем зайти вот сюда. А вот интересно, какой процессор на компьютере? А вот, пожалуйста, смотрите, вся информация. Центральный процессор, у меня процессор на 3 гигагерца, вот сейчас он используется на 23% и прочее. У меня закрывает TeamViewer, все. TeamViewer закрывает, нет, то есть вы мои иконочки не видите, что ли, да? Ну, сейчас, секунду. Ушко сверните, вот, посмотрите, вот, вот информация о процессоре, сейчас он занят на 26%, идут первые на вскидку 5 процессов, наиболее, скажем, по энергопотреблению, то есть, больше всего берет программа для записи с экрана, затем, значит, сейчас, подождите, сейчас, подождите, я попробую посмотреть, ну, ладно, не будем париться, так, я вот пытался вот здесь вот перескочить на файл, и что-то у меня он уже на файл, а, нажал я, просто крутится, потому что процессы, я хотел еще скачать себе изообраз, чтобы вставить его на флешку, а здесь же вот изообраз-то есть уже, видите? точно. О чем я и говорю, что не только дебяновский пакет, но я еще хочу и этот изообраз себе качнуть, чтобы я мог еще один этот ну, я помню, вы ссылку приводили, а тут-то сразу прямой нет, нет, я имею ввиду, вы имели дело когда-нибудь с такой дистрибуцией Кнопик? имел, Кнопикс, и так вам? ну, это был немецкий дистрибутив, значит, там у него было несколько вариаций, значит, я его крутил, мне он понравился чисто внешне, что там, когда что-то там закрываешь, там получается эффект домино, то есть у них был поставлен Компис, и там, значит, я не помню, там то ли открываешь, то ли закрываешь там это самофайл или программу, и там, значит, разлетающиеся как там при взрыве такие красивые всякие этот дистрибутив как ремонтный ну, я считаю, что у него сильно много графики как ремонтный дистрибутив, ну, в принципе, а почему бы, нет? ну, такое количество всяких программ, то есть, для ремонта чего угодно, вот, почему, объясняю, во-первых, у нас включены две мощные программы Skype и TeamViewer и плюс и плюс программа для записи с экрана то есть, они дай бог хорошенько, значит, мощность отнимают, но тем не менее, несмотря на все эти сбрыки и в данном времени для меня скорость сама по себе не важна, люди потом сами определятся, как у них там что будет работать, но скажу я так, что без TeamViewer, без Skype и без программы для записи экрана у них, допустим, архивирование вот такого вот раздела по типу как у меня оно будет занимать там, ну, скажем так, несколько минут и ничего тут такого нет. Это просто особенности того, что все-таки мы с вами общаемся и задействовано много вспомогательных программ, а так-то эта штучка у меня 50 гигабайт сделал за 2 минуты 20 секунд. И вот, и я вам скажу, что я вам в этом плане абсолютно верю, почему? Потому что я, допустим, смысла никакого не вижу вам не доверять, потому что вы опытный пользователь, вот и все. если уж что-то говорите, так уж тут вполне возможно, что во-первых, можно увеличить его скорость значительно. Это число потока влечения увеличить. Конечно. Мне это не надо было, потому что у меня процессор 8-головый. У меня 4-ядерный процессор. Поэтому мне нужно было не жадничать, а выставить сразу, допустим, два процессора и дело пошло быстрее. Это не лучший, но это просто надо будет сказать тем, кто будет пользоваться, что таким образом это дело можно значительно увеличить. Лев, я вам... Надо иметь в виду, что при маленьком количестве оперативной памяти тоже будут тормозить. Лев, а расскажите, вот как, допустим, в Берлине, как, допустим, в Германии идет поголовное засилие винды, или все-таки много людей сидят на Линуксе. Вот, по вашему мнению, как? Скажем так, вот этот вот Кнопикс, это Клаус Кноптор, профессор, доктор, в обществе стерилизмской фирмы, и он занимается шокквером. Очень много людей, в принципе, очень много людей переходят на Линукс, ну и тут есть еще такие язвы, как я, ходят достаточно много людей, я, правда, беру за это деньги, но я многих перевожу на Линук, очень многих, у меня есть два клиента 74 года и 81 у меня знакомая моя очень хорошая умнейшая женщина 73 года живет в России у нее еще в прошлом году мы поставили Linux Mint 17 1 и она, как говорится, работает на нем и она постоянно пользуется программой электронных таблиц потому что у нас с ней одно маленькое страстишко мы, значит, изучаем результаты забегов на английских и ирландских стадионах скачки вот поэтому она не просто скажем там человек, который тупо смотрит на экран значит я ее все время научил там как с формулами работать как понимать формулы которые я пишу как делать анализ забегов по методике допустим которую разрабатывали причем эту методику мы с ней вместе там целый год работали делали потом значит я на какое-то время там прерывался скажем понадобился творческий отпуск ну скажем так нужны были свежие идеи потом если раньше у нас получалось где-то там 80 процентов максимум 75 то теперь у нас выхлоп получился уже где-то под 90 под 91 процент ну там игра там специальный вид бетинга в общем довольно-таки любопытный интересный ну опять-таки метода это скажем так не не для слабонервных тут надо уметь управлять банком иметь скажем так жесточайшую самодисциплину немецкую скажем так то есть тебе по морде дадут чтобы ты там сразу не бежал бутылку не покупал и не это самое причем у меня там так рассчитано все и такие сделаны подушки безопасности что допустим она спокойно говорит что лёш так у меня чего бояться то то есть ну короче там хорошую систему сделал она не быстрая но позволяет в принципе добиться хорошего такого да вот и вот представляете 73 года человеку при мозгах умница как говорится все и я всегда вот если вы посмотрите там все мои видеоролики я всегда и всем и говорю что лично мне по барабану пол возраст национальность там половые там предпочтения там и всякие разные ограничения вы знаете я человек старой закалки и мне тоже скажут я вам скажу ну по крайней мере я палку в руки не возьму и не пойду таких людей как говорится там бить и убивать если они есть ну что ж ну значит извините меня господу богу было угодно чтобы они такими были нравится мне не нравится другой вопрос ну допустим третировать таких людей я не собираюсь и допустим если там они что-то в линуксе шарят и говорят по теме и по делу какая мне разница собственно говоря вот это вот мой такой подход да да вот а поскольку мы значит на нашем сайте мы говорим значит о линуксе тут все вот эти различия которые люди там в жизни так любят друг на друга там это самое да для нас роли не играет у нас команда вон один человек там из Украины там двое из России там я из Англии ну и что какая разница собираемся вместе когда время есть работаем кстати у меня очень хорошие модераторы парни оказались как говорится там на форуме смотрят чтобы там народ не шалел ну всякие же бывают понимаете 95% нормальных а 5% ну такой порой бывает дурью занимается что да так же самое советскую десятилетку извините меня никто еще не переплюнул я рад что я учился в СССР и учился я не в один десятилетке а учился в десятилетке и тем не менее я закончил как говорится там институт потом нормально и никогда никаких там особых трудностей не испытывал но это но это у нас с вами одинаково я тоже закончил институт получил свои два диплома ну я потом еще тоже там в академии там ну я в туалете они тоже где-то там висят это самое да бог с ними ладно дело в том что как говорится не кем ты был а кто ты есть на самом деле и вообще твоя человеческая сущность вот мне нравится что что допустим я могу помогать людям очень часто помогаю скажем так за спасибо ну а если кто-то допустим говорит что допустим может говориться и не только спасибо сказать я тоже я никогда не отказываюсь вот ну вот просто придерживаюсь очень простого мнения любая работа должна быть оплачена ну к сожалению далеко если я кому-то помогаю настроить линук я за это денег не беру потому что это не работает это даже в удовольствие да а вот если кто-то приходит не стартует компьютер я вижу что там что-то серьезное извините я покупал приборы я не просто так на глазок определяет ну это вы имеете ввиду диагностику железа и так далее тут у меня даже у меня золотое правило я сделал себя какое что значит человек которому значит я помог настроить линук и который уже ну как говорят по-русски въехал в это дело я ему говорю у меня значит ну там ну спасибо я говорю спасибо вам суть не будешь вот давайте чтобы еще там человек там 5 там 10 или 15 чтобы ваших знакомых там друзей чтобы вы им поставили и научили пользоваться значит вот допустим линуксом там в частности ну там обычно да и поэтому а тут получается понимаете как эффект уже распространения то есть ну мне сказали так Алексей у тебя значит ты можешь хорошо объяснять я говорю ну хорошо и ладно я людям объясню покажу как что делать а они потом уже между друзей и знакомых мне многие так и пишут что а теперь у меня был этот самый очень и был и есть хороший знакомый он там между питером и хельсинки постоянно курсирует то там живет то там живет так он мне значит это самое я ему значит там на начальных этапах помог там с линуксом человек грамотный он быстро все схватывает хотя вот мужчина тоже уже там по 50 там или за 50 он говорит алексей так твоя сборка это полпитера пользуется я говорю ну ты дринк горелый значит надо уже будет именную табличку делать сделал сделал вчера меню входа на систем бак сделал да я показываю всем всегда не надо вот зашел сюда нажал убрать и прости прощание как говорится прости прощай вот вот за это я его и люблю не надо там искать никакие там серийные номера там кряки там у нас народ любит это самое драмовщинку вот а здесь когда они переходят меня поначалу доставали а вот это же целая это песня значит 90% людей которые переходят значит это самое с винды на линукс они первым делом спрашивают а где мне найти антивирусные программы для линукса я уже ну просто достали я говорю да вы знаете я что-то говорю и не пользуюсь ими вообще потому что линукс он очень вирусоустойчив и если вы как говорится там свои там двери не будете держать уж полностью распахнут у меня там для всего и проживете вы спокойно вот так значит вот теперь меня значит интересует потому что и специальную информацию это очевидно информацию имею ввиду там о типе раздела там он сохранил и так далее хорошо нажимаем на окей значит здесь он нам не выдал скажем так размер выходного файла но это мы можем значит грубо говоря взять и посмотреть значит до любой программы вот она пожалуйста сидит у меня голубчик нема сейчас включим его то есть вот здесь несмотря на то что столько программ было задействовано запись шла 16 минут а в действительности это будет ну максимум там минуты 4-5 так мы копировали на вот этот вот раздел я засовывал все это дело вот сюда и обозвали мы все это вот 7,5 гигабайт и плюс еще двоичную информацию он какую-то там записал вот сюда вот практически и все а у меня на моей 15 гигабайт допустим флешки у меня только кладовочка там гигабайт там под 8 под 9 то есть я вообще могу спокойно взять вот его и положить к себе даже на флешку в кладовочку и носить как говорится с собой ну это я просто для да теперь значит давайте значит Олег сделаем вот каким образом займемся сейчас маленькими гадостями значит ну что значит какой хороший был значит и красивый раздел под номером 7 да так первым делом мы его сейчас отмонтируем а не дает ну это все понятно хорошо мы значит тогда я думаю вам надо закрыть да 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 ничего страшного так линукс нет мне нужно закрыть только мне нужно только один отдел чтобы был так а как потом мы на него будем устанавливать ну ладно посмотрим так вот отмонтировали теперь значит я его просто-напросто возьму и туда же тем же концом вот а потом пусть он там себе монтирует там примонтирует там нет уже будет по барабану вот был раздел и нет раздела переформатирую его я таким же способом пусть он там себе монтируется тут я всегда говорю любителям кто не любит долго ждать вот чтобы знать можно посмотреть за процессом а то некоторые мне говорили а что там это бегает там по экрану может он там давно уже как говорится и умер я говорю вон бери смотри за процессором да и все а там 42 понятно все значит теперь будем восстанавливаться на седьмой раздел вот это кстати интересно что я восстанавливался на туда откуда делал ну так вот мы туда мы туда и восстановимся мы туда и восстановимся то есть мы с него мы с него сделали слепок слепок сохранили вот здесь теперь было занято там 12 гигабайт у нас или сколько там теперь я его отформатировал и теперь на него мы будем восстанавливаться так а что я бегаю у меня вот программа здесь уже сидит заведена заведем сейчас парольчик так и вот теперь мы напишем уже восстановление раздела а восстановление у нас значит было в меди у нас было на каком там разделчике ну-ка давайте глянуть еще раз мы сохранили на пятом разделе так пятый раздел бэкапы и вот он голубчик здесь сидит а восстановить нужно нам вот сюда на седьмой раздел число потоков а давайте я сейчас вот два потока так восстановить ну тут по-русски правильно написали восстановить раздел ну порой такие перлы бывают как говорится в велик могучем русский язык так да полностью восстановить так вот как оно и было ну хорошо что мне не нужно засекать время потому что оно тут автоматически уже само считается как говорится и все ну вообще-то это очень хороший мощный и надежный инструмент и потом значит делал делал какие-то допустим ты сделал программы дополнительно устанавливать он будет делать целиковую копию или он будет все-таки инкремент все понятно все вопросов нет то есть а потом там можно по всем этим своим архивным копиям и прыгать с любой ветки на любую ветку снял снял игрушку там не понравилось повесил вернулся на предыдущую ну и великолепно потому что у меня это называется бэкапс и 1-2-3 это копия которую я делал с систембаком вот да значит ну дело значит я вам скажу в следующем что никто пока не отбирал пальму первенства у систембака в чем в том что он великолепно делает изообразы загрузочные а сейчас подождите вот мы восстановимся я перезагружусь все это дело проверю созвонимся снова и я вам буду уже помогать сделать нормальный он у меня убивает не убьет не убьет не волнуйтесь нет нет тут ну тут просто имеется там это самое некоторые скажем так нюансы я вам просто покажу и все а я пока просто хочу показать пользователям как это делается легко первым делом всегда нужно указать откуда и куда или откуда мы сохраняем и куда или откуда мы восстанавливаем и куда восстанавливаем вот и все интерфейс программы пожалуйста вот на языке ну вы видите вот все что здесь у меня где я ваш курсор не вижу у себя не сделали чтобы я увидел ну какая часть экрана вот делю на четыре слева слева первое слово вот здесь это уже сохранено файлов в у вас там на верхнем всплывающем окошке тимьюера значит показать курсор удаленной машины вот на самой верхней панели если вы на нее наводите свой курсор то выскакивает всплывающее окошечко тимьюера и там во второй вкладочке или в третьей слева там галочку надо поставить так я про тимьюеры говорю и вот там надо поставить показывать курсор удаленной машины но я вам потом покажу как это дело делается ладно не парьтесь в любом случае значит какой у нас будет сейчас порядок действий значит я просто напросто прервем там на несколько минут наш сеанс я просто и тупо возьму значит перезагружусь и посмотрю слетел уме затем возвращаясь на связь с вами вот и мы продолжаем как говорится беседу дальше потому что на мне значит нужно вот все-таки вот этот так а мы же его так и не скачали да я сейчас беру перезагружаюсь и через там несколько минут выхожу с вами на связь по любому случаю да сначала сначала по скайпу а затем значит уже через стимьюер так что я надолго не прощаюсь договорились договорились как открою я